итак ребята всем привет сегодня будет интересное видео тем что мы сегодня будем немножко экспериментировать мне очень часто задают вопросы мы чистим монеты разного калибра разные сплавы но очень часто промелькают некоторые вопросы связано с чисткой железа и сегодня я вам наглядно покажу как чистить железо кстати будет не просто эксперимент но еще лотерея хочу проверить ваш фарт у вас есть фартовые качества вам везет вообще по идее и сегодня я вам это немножко в виде шоу продемонстрирую посмотрим счастливые вы обладатели фарта или же нет но это все будет впереди будет очень интересно подобрал я чистящие средства связаны с железом непосредственно на youtube площадке посмотрел очень много информации и нашел достойный 7 экспонатов которые компонентов которые будут у нас сегодня работать и посмотрим так что не будем долго разглагольствовать давайте сразу я вам покажу под опытных и затем а те самые жидкости которые будут чистить у нас железо так что смотрим до конца и смотрите результат чистки железа смотрим будет очень интересно итак ребят для образца я взял именно вот такие гаечки они находились в одной агрессивной среде то есть подвергались большим влажным атмосферным условиям и они все одинаковые все абсолютно одинаковые специально взял именно такие характер загрязненности как вы видите ну обычная ржавчина что происходит у нас на железе вот и такие вещи мы сегодня будем чистить итак ребята ну что вот они наши жидкости под каждой емкостью у нас имеется цифра к и я хочу чтобы вы в комментарии написали свой вариант который вы считаете будет самым продуктивным в каждую баночку мы будем закидывать наши шайбы наши гайки и посмотрим какая жидкость лучше справиться вот первый процесс пошел второй третий четвертый пятый шестой и седьмой пишите в комментарии сразу цифру не движет на не дожидаюсь до конца видео и задавайте там вопросы если что какие возникают как вы видите в каждой жидкости сразу прошел процесс чистки но я вам сейчас все это покажу поближе пишем цифру в комментарии и мы узнаем вы счастливчик или же все таки нет длится процесс будет до такого времени пока один из экспонатов у нас не будет идеально почищен потом мы в макросъемке посмотрим на результаты этих чисток и также я вам скажу какие цифры какие жидкости хочу сказать что эти все жидкости были куплены в обычном магазине то есть доступны любому человеку так что ждем смотрим на сам процесс ну что понаблюдаем за процессом здесь вот прям реакция идет очень хорошая прям бурлит во втором тоже процесс идет более-менее пузырьки исходят третий экспонат визуально ничего не наблюдаю четвертый покрылся пузырьками в пятом к сожалению мы ничего не увидим потому что пена так под цифры 6 окислы как вы видим появляются на поверхности процесс идет и в последнем тоже что-то происходит все зачетно все идет а вы не забываем ставим в комментарии цифру кстати хочу я включить секундомер время пошло посмотрим как быстро произойдет у нас чистка и а и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok И мы сейчас посмотрим промежуточный результат Насколько эффективно работают средства Но как вы видели, только что я вам показывал, демонстрировал, что происходит внутри Процесс идет в каждой емкости Везде процесс идет Металл чистится Но насколько чисто, насколько быстро Мы сейчас это посмотрим Ну что, ребят Меня, если честно, опыт, эксперимент очень удивил Тем, что некоторые экспонаты действительно уже добротно получились Первый экспонат, ребята Вот в таком вот внешнем виде Процесс, в принципе, идет Но очень-очень медленно Так что забрасываем мы его сразу Пусть продолжает чиститься Это первый Второй экспонат Смотрите В каком внешнем виде Уже проглядывается чистый металл Но сильно въевшийся окислы все-таки присутствует И это номер два Продолжаем чистить Номер три Вот смотрите Как внешний вид выглядит Хорошо Работает и становится Как бы уже как заводской Новый Бросаем Пусть дальше Номер четыре Номер четыре Вашему вниманию И процесс как бы идет Бодро Бодро Зачетно Классно Следующее Пятый Пятый экспонат Вот Как выглядит В принципе, неплохо Да? Хорошо Внешний вид Достойный Пятый Шестой Вот Именно так Выглядит шестой Неплохо Недурно Хорошо справляется Зачетно И седьмой Выглядит вот так Окислы Присутствует Металл Чистый Появился Средство Работает Ну все По секундомеру У нас уже Как вы видите Тридцать Четыре Минуты И все Дело Это Снова Оставляем Наверное На часок А у вас Пройдет Это мгновение Ждем Смотрим Ну что Ребят По секундомеру Как вы видите У нас Два часа Ровно Монета Находится в жидкости И давайте На этом закончим Два часа Все Выключаем Два часа И будем Доставать Монетки Ну что Давайте Поедем Жидкость Номер Один В принципе Процесс Чистки Был Но то Что хотели У нас Не получилось Это У нас Была Кока Кола И это У нас Средство Кока Кола Цифра Номер Два Смотрите Как у нас Получилось Процесс Чистки Был Был И Как видите Не совсем Удачно Получилось У нас В этой Жидкости Я разочаровался В частности Метал Железо Он Чистит Не очень Это У нас Было Преобразователь Ржавчины Основанный На Ортофосфорной Кислоте С Примесями Состав Водная Композиция Ортофосфорной Кислоты И С 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 Ортофосфорной Это Второе Место Итак Третья Позиция У нас Вот такой Вот Сохранчик Получился Чистый Метал Резьба Как вы Видите Слегка Почистилась Но все Неплохо Получилось Между прочим Очень Хорошо Я рекомендую Этот способ Рекомендую Чистить Железо Сталь Достойно Достойно И Что Это У нас Было Это У нас Была Лимонная Кислота Порадовало Средство Действительно Порадовало Так Поехали дальше Четвертое Место Четвертое Место И Это У нас Получилось Как-то Вот так Почистил Да Эффект Результат Налицо В звеньях Ржавчины Нет Металл Немного Потемнел Но Факт Что Ржавчины Так Таковой На ней Нет Остались Небольшие Вот Видите Язвочки После Ржавчины Всю Ржу Съели Звенья Видите Да Все Чистенько Все Чистенько И Что Это У нас Было Четвертое Это Был У нас Нейтрализатор Ржавчины Состав Состав Ортофосфорная Кислота И Вода Всего На Всего Два Компонента Результат В принципе Ребята Хороший Хороший Это У нас Четвертое Место Как вы Видите Пока Лидер Так Пятое Место Это У нас Вот Такой Вот Этим Средством В основном Чистят Камрады Кто Занимается По Войне Не знаю Почему Я Как бы По Войне Не Копаю Но Камрады Чистят Этим Средством Это У нас Состав Щавельной Кислоты И Использовали Мы Обычный Селит Банк В Спрее Состав Где-то Должен быть Сейчас Продемонстрирую Где-то Сбоку Должен быть Да Вот Состав Состав Щавельная Кислота Следующее Номер 6 И Я считаю Что Номер 6 Кто Поставил На цифру 6 Победил Потому Что Мне кажется Это Самое Эффективное Средство По Чистке Я Этим Средством Чищу Непосредственно Металлопластику Кто Видеоролики Мои Смотрит Догадался Что Это Средство У нас Соляная Кислота Да 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 Шестое Место Ребята Шестое Место И Это Тоже У нас Силит Бэнк Но В состав Входит У нас Так Где Вот Вижу Серная Кислота А Соляная Кислота Не серная Соляная Сори Соляная Кислота Ну Ну И Седьмое Место Это У нас Вот Такая Вот Гаечка Процесс Тоже Шел Металл Чистился Но Саму Ржу Практически Не Убрал Это У нас Уксус С Солью Уксус Обычный 9% Так что Вам делать Только что Выводы Написать Мне В комментарии Какие Более Эффективные На Ваш Взгляд Оказались Я считаю Что Под цифрой 6 Под цифрой 6 Затем Под цифрой 3 Под цифрой 3 И Под цифрой 4 Так Секундочку Ребята Секундочку Я Вам Сейчас Все Это Покажу Поближе И Под цифрой 4 Вот Смотрите Еще Раз Цифра 3 Напишите В комментарии Какой Вам Кажется Намного Лучший Результат Цифра 4 Это у нас Лимонная Кислота Ребята Цифра 3 Лимонная Кислота Цифра 6 Соляная Кислота Соля Кислота Цифра 4 Это у нас Нейтрализатор Ржавчины Пишите В комментарии Ваше мнение Вот Они Три Заслуженных Места Ну На мой взгляд Ребята Судя По Чистке Внутри Внутри Я имею ввиду Резьбы А это Наверное Самое главное Было Чтобы Резьба Сохранилась Резьба Сохранилась И здесь У нас Резьба Тоже В хорошем Таком Бодром Виде 6 4 Это Соляная Кислота И Ортофосфорная Кислота Я же Склоняюсь Что Номер 6 Соляная Кислота Выиграла Номер 6 Кто Ставил Ставку На номер 6 Сыграла Номер 6 Если Вы Поставили В комментарии В начале Видео Шестерку Вы Фартовый Вам Нужно Играть В лотерею Мои Поздравления Ну а Сейчас Давайте Я вам Покажу Именно При Солнечном Свете Как Выглядит Изначально Выглядит Конечно Не Очень Вот Все Было Как То Вот Вот Затем Различные Средства Чистки Все Средства Работали Все Средства Работали И В зависимости От состава Конечно Вы Видите Результат Какие То Более Светлее Какие То Специфический Цвет Приобрел Красноватый Желтоватый Вот Так Вот Но Факт Возможно Возможно Кому То Нужных Советов Итак Ребята На этом Я буду Заканчивать Свой Видеосюжет Надеюсь Вам Понравилось В виде Такого Формата Немножко Повеселились Немножко Развлеклись От Будничных Дней И Узнали Портовый Человек Или Нет А так Мы узнали Что Три Средства Достаточно Хорошо Чистит Это Серная Соляная Кислота Это Раз Первое Место Затем Второе Место Это У нас Лимонная Кислота И На Третьем Месте Нейтрализатор Ржавчины Основанный На Ортофосорной Кислоте Вот Именно В таком Порядке Сегодня У нас И Выявились Победители Первое Место Еще раз Хочу Вам Сказать Это Силитбэнк В состав Который Входит Соляная Кислота И Этим Средством Как Вы Наверное Догадались И Поняли И Видели Если Смотрите Мой Канал Я Чищу Этим Составом Непосредственно Металлопластику Да Да Ребята Металлопластику Это Бронза И Латун Получается Просто Шикарно Если Хотите Посмотреть На Результаты Посмотрите В Плейлисте Чистка Чистка Патинирования Именно Там Вы Увидите Всю Прелесть Работы Этого Средства А на Этому Все Всем пока До На шурфах Или же На очистке Удачи Вам Лимонную Кислоту Насыпаем На небольшое Количество Воды Ну Примерно 10-2 И Заливаем С Пальчик Воды Соли Насыпаем Также 10 Грамм Это Примерно Чайная Ложка Обычная Поваренная Соль Т Пальчик Субтитры подогнал «Симон»